Безопасность движения на дорогах обеспечивается не только знанием и соблюдением правил дорожного движения, грамотным вождением, но и исправным техническим состоянием транспортного средства, за которым добросовестно должен следить каждый водитель. Рейды под названием «Технический контроль» сотрудники ГИБДД проводили на этот раз на Сташковском шоссе перед поворотом на Мытище. Проверяем наличие внесения изменений в конструкцию. Особое внимание уделяется транспортным средствам под управлением водителей, прилежащих юридическим лицам, и, соответственно, водители иностранцы проверяются более тщательно. Подобные рейды сотрудники госавтоинспекции проводят каждую неделю. В рамках проверок регулярно выявляется порядка ста нарушений. Это не только вождение технически неисправными транспортными средствами, но и управление без водительского удостоверения, без путевой документации, а также водители, не прошедшие перед рейсом медицинский осмотр. У вас в шашечке установлено, будьте добры, путевой лист, разрешение на перевозку пассажиров. Путевой лист, будьте добры, а почему? Машина как-то вывезет. У вас на разрешение установлено, шашечка, пассажиров перевозите. Почему у вас нет путевого листа? Как у пассажиров водить? Забыли, забыли, забыли. Забыли. Водитель этого такси утверждает, что все документы у него есть, но они дома. Сотрудники госавтоинспекции словам не верят. Такое нарушение влечет административное наказание. У водителя отсутствует путевой лист с отметками прохождения перед рейсом медицинского осмотра, проверка технического состояния. Вылет якобы забыл, сейчас составим институтный материал, дальше будут разбираться. Минтранс в области уже будут дальше разбираться эти перевозчики. Проведение профилактического мероприятия «Технический контроль» направлено на снижение аварийности на дорогах и повышение уровня соблюдения законодательства со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию транспорта на территории Московской области. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День». Продолжение следует...